Привет друзья! Мария Болтнева, российская актриса театра и кино, ставшая известной в России и странах ближнего зарубежья после съемок в криминальном телесериале «Глухарь» и его многочисленных продолжениях. Она дочь известных родителей. Отец Марии, Андрей Болтнев, родился 5 января 1946 года в столице Республики Башкортостан, Уфе. Его отец и мать не имели никакого отношения к театру и кино. Ему нравилось петь, танцевать и устраивать домашние концерты. В школе Андрей учился неплохо. Тройки и двойки в его дневнике появлялись крайне редко. И мальчик стремился быстрее их исправить. Любимыми предметами Андрея были рисование, литература и музыка. Также ни один школьный конкурс самодеятельности не обходился без участия Болтнева. Родители были уверены в том, что их сын станет известным артистом. В итоге так и получилось. В 1970 году Андрей Болтнев отправился в Ярославль. Там он поступил в театральное училище. Через два года парень окончил это учебное заведение. Наш герой не собирался сидеть на шее у родителей. Поэтому после получения диплома устроился на работу в театр Уссурийска. Но это еще не все. Болтнев успел поработать в Майкопе и Новосибирске. В 1985 году Андрей окончил заочный факультет театрально-художественного института, расположенного в городе Ташкенте. Затем актер перебрался в Москву, где занялся развитием кинокарьеры. Со своей будущей супругой Натальей отец Маши познакомился в 1977 году. Произошло это в столице Адыгеи, Майкопе. Наталья и Андрей работали в одном драмтеатре. Они сразу же приглянулись друг к другу. Парень красиво и настойчиво ухаживал за дамой своего сердца. Спустя пару месяцев со дня знакомства Болтнев сделал возлюбленный предложение. Наталья ответила согласием. Молодые поженились и вскоре покинули Адыгею. Супруги обосновались в Новосибирске, родном городе Натальи. Молодую пару приняли на работу в местный театр «Красный факел». Руководство учреждения помогло Болтневым решить квартирный вопрос. Им выделили комнату в коммуналке. Супруги мечтали о совместных детях. Но Наталья долго не могла забеременеть. И лишь в октябре 1983 года на свет появилась дочурка Маша. Родители хотели, чтобы она пошла по их стопам. Похоже, что Бог услышал молитвы Андрея и Натальи. Ее прадед был народным артистом Грузии. Как я упомянул выше, папа и мама работали в драмтеатре «Красный факел», где их дочь практически и выросла. Особым послушанием при этом она не отличалась. Например, часто забиралась с друзьями на решетчатый настил над сценой, колосники, и бросала в артиста в бумажные обертки от конфет. Ее дебютное выступление как артистки состоялось в пятилетнем возрасте на сцене Московского театра имени Маяковского, куда в 1985 году получил приглашение и перешел на работу отец. Машенька тогда приехала к папе в гости и подменила заболевшую девочку, чем спасла от отмены спектакль антивоенной направленности по пьесе Александра Володина Ящерица. Андрей Болтнев ушел из жизни 12 мая 1995 года. Ему было всего 49 лет. А ведь он мог сделать еще столько полезного для отечественного кинематографа. Но так распорядилась судьба. Тяжелее других было супруге актера и его 11-летней дочери. Отчего же умер Андрей Болтнев? Причина смерти – инсульт. Актер редко обращался к врачам. Во-первых, из-за плотного рабочего графика у него практически не было свободного времени. Во-вторых, он предпочитал самолечение. С похоронами Андрея Болтнева возникли серьезные проблемы. А все из-за отсутствия у него московской прописки. В столице актер работал и снимал жилье. Прописан он был в Новосибирске. Ему хотелось, чтобы семья быстрее перебралась в Москву. Но жена затягивала с переездом. В глазах поклонников Андрей Николаевич был не только талантливым артистом, но и примерным семьянином. И только близкие друзья знали подробности его личной жизни. В актерских кругах поговаривали о романе Андрея Болтнева с Людмилой Максаковой. Они оба работали в театре имени Маяковского и часто задерживались в учреждении после работы. А в последние четыре года своей жизни актер сблизился с худруком театра у Камина Анной Макогон. Якобы об их связи знали все, а именно жена Наталья, дочь Мария и даже мать Андрея. Так ли это было на самом деле? Или все лишь слухи? Выяснить это сегодня уже не удастся. В детстве Маша любила спорт, включая ручной мяч и баскетбол. На уроках физкультуры она с удовольствием бегала, обгоняя даже мальчиков. Принимала участие и в театральных постановках, в которых играла вместе с матерью. В балетной студии, куда ее отправили родные, Мария долго не продержалась. Нрав и темперамент девочки, которая могла и подраться, и нашалить, не совсем отвечал образу воздушной и скромной грации. В итоге ее исключили. Тем не менее, будущая профессия Маши была предопределена, и в 14-летнем возрасте она уже была абсолютно убеждена в том, что театральное искусство – ее призвание. Поэтому после окончания школы Болтнева поступает в Новосибирский театральный институт, а параллельно продолжает выступать в театре. Собственно, из-за регулярного появления на профессиональной сцене, Мария осталась в столице Сибири, а не поехала учиться в московский вуз. В студенческие годы Болтнева продолжала играть на театральной сцене, отачивая исполнительское мастерство и поднимаясь на более высокую профессиональную ступень. В этот период состоялся и кинодебют артистки в телепроекте «Тебе решать», в рамках которого еженедельно показывался новый короткий фильм и два его предполагаемых финала. Вариант окончания картины выбирался после обсуждения поднятой в ленте актуальной темы гостями телестудии, студентами новосибирских высших учебных заведений. Театральный институт она окончила с красным дипломом, а вскоре получила предложение присоединиться к труппе театра имени Владимира Маяковского, который базируется в Москве, в котором ранее служил отец. Первый раз российская артистка серьезно влюбилась в 20 лет, в мужчину старше себя. Каждый вечер Болтнева направлялась к дому, где жил возлюбленный, и стояла под его окнами. Ожидала, пока погаснет свет, желала ему спокойной ночи и уезжала оттуда. Днем же Мария продолжала за любимым слежку, наблюдая, как объект любви покидает офис, выясняя, куда он поедет дальше, просто потому что не могла иначе. По словам российской актрисы Марии Болтневой, с ее стороны это была страстная влюбленность, которая не могла найти отклик в душе усталого человека. Да и актрисе это было и не важно. В итоге эта романтическая история так ее измучила, что она ходила, поглядывая в небо, и просила, чтобы это все закончилось. Спустя время невзаимная любовь прошла. Сейчас Болтнева не замужем. Знаменитая актриса Болтнева познакомилась с артистом театра Георгием Лежавой. В ноябре 2011 года у нее появились на свет сразу трое сыновей. Предложение пожениться, полученное от их папы, актера театра Сатирикон, Георгия Лежавы она не приняла, не желая терять свою независимость. Девушка любит путешествия и скорость. Периодически она летает в Таиланд или Индию, где с удовольствием гоняет по окрестностям на арендованном мопеде. Все ее усилия пока направлены в основном только на своих мальчишек, каждому из которых она определила свой стиль. Так Тимка в глазах мамы, стильный рэпер, Платон, названный, как и отец и прадед Гоши, ученый в брюках на подтяжках, Андрюха, копия Гоши, получивший имя в честь папы Марии, настоящий Дэнди. Некоторое отсутствие востребованности в профессии она не воспринимает как трагедию, считая, что таким образом высшие силы дают ей больше времени на воспитание мальчиков. Много внимания им уделяют и родственники с обеих сторон, и, конечно, отец, который помогает Марии и морально, и финансово. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.